В соответствии с поручением главы государства, данным в послании народу Казахстана 30 ноября 2015 года, проведена работа по актуализации государственной программы индустриализации и инновационного развития на 2015-2019 годы. Основные подходы по актуализации были презентованы на заседании правительства 21 июня текущего года. Основные причины, по которым потребовалась актуализация, это изменения, которые происходят в мировой экономике. Первое – это тренд, который вынуждает корректировать программу, это отток капиталов из развивающихся стран. Для Казахстана это означает усиленную конкуренцию за иностранные инвестиции, поэтому созданию благоприятного инвестиционного климата при актуализации программы уделено особое значение. Второй тренд – это устойчивое снижение мировых цен на металлы, которые пока еще являются основой казахстанского обработанного экспорта. При этом объемы мирового потребления этих металлов стабильны и даже демонстрируют определенный рост. Третий тренд касается замедления экономик в регионе, особенно наших основных торговых партнеров и соседей – России и Китая. А также четвертый тренд – это усиление процесса смены технологического уклада. Роботизация, автоматизация, цифровизация, новая энергетика, усиление требований к экологичности – все это требует новых или оптимизации имеющихся технологических производств. Все эти тренды мы постарались учесть в актуализированной программе. За первую пятилетку созданы базовые условия – это законы, инфраструктура, а также инструменты. Задачей второй пятилетки является завершить создание базовой индустрии с переходом на продукцию высоких переделов и повышением уровня локализации. К 2025 году Казахстан, закрепившись на региональном рынке, должен начать экспортировать не только товары, но и готовые решения по их использованию. В конечном итоге мы ставим перед собой достаточно амбициозную цель – войти в число индустриально развитых стран мира. Основным индикатором, характеризующим индустриально-технологическое развитие страны, является сравнительный уровень производительности труда в обрабатывающей промышленности. По итогам 2015 года мы отставали по данному показателю от стран ОСР на 60%. В случае реализации программы мы прогнозируем к 2020 году отставание до 54%, в 2025 году – до 32%. Полностью преодолеть разрыв планируется к 2035 году, это с учетом того, что страны ОСР тоже постоянно будут по этому показателю расти. На сегодняшний день в целом на реализацию мероприятий программы в бюджете на 2015-2019 годы предусмотрено всего 306 миллиардов 700 миллионов тенге. Это включая выделенные в 2014 году из Национального фонда Банку развития Казахстана 75 миллиардов тенге. Согласно произведенным расчетам, дополнительная потребность финансирования, в том числе с учетом прошлогоднего изменения курса, составит порядка 600 миллиардов тенге до 2019 года. Итого на КПИР будет выделено 906 миллиардов 700 миллионов тенге бюджетных средств, которые будут направлены на предоставление льготного финансирования, стимулирование экспорта, производительности труда, завершение строительства индустриальной инфраструктуры, развитие инноваций и многие другие задачи. При этом планируется, что каждый тенге бюджетных средств должен привлечь не менее 4 тенге частных инвестиций. По результатам реализации государственной программы мы ожидаем достижения следующих основных индикаторов. Рост стоимосного объема экспорта продукции обрабатывающей промышленности на 19%, рост производительности труда в обрабатывающей промышленности на 22% в реальном выражении, объем инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности в период с 2015-2019 годы составит 4,5 триллиона тенге, снижение энергоемкости обрабатывающей промышленности на 7% к уровню 2014 года. Кроме того, мы учли все поручения главы государства, данные в ходе совещания по вопросам индустриализации 1 июля текущего года. Первое. Увеличение несырьевого экспорта к 2025 году в два раза. Предполагается, что к 2020 году экспорт увеличится с 13,8 до 16,5 миллиардов долларов в рамках третьей пятилетки до 2025 года. Экспорт обработанных товаров превысит 27,5 миллиардов долларов США. Для ужесточения отбора проектов и оказания господдержки на основе их конкурентоспособности и экспортного потенциала будут пересмотрены подходы по формированию карты индустриализации, а также проведена работа по пересмотру правил предоставления господдержки с введением критериев экспорта ориентированности и производительности в качестве основных критериев. Будет проработан вопрос создания единого экспортного агентства на базе Казаэкспортгаранта, которое будет предоставлять весь спектр услуг по экспортному финансированию и сервисной поддержке. Планируется начать работу по формированию и продвижению национальных экспортных брендов. Меры по стимулированию производительности труда предлагается расширить, в том числе с упором на развитие межрегиональной кооперации. В рамках формирования центров инновации будет усилена программа инновационных грантов, направленная на поддержку стартапов на базе ПИД. Создаются пять центров компетенции совместно с ведущими зарубежными компаниями. По обеспечению продуктивной занятости. Учитывая, что рост производительности труда сопровождается высвобождением работников, мы ставим задачу сохранить занятость в обрабатывающем секторе на уровне 2015 года, 515 тысяч человек, высвобождение работников будет нивелировано за счет создания новых качественных постоянных рабочих мест на предприятиях, запускаемых в рамках индустриализации. В рамках поручения по сосредоточению усилий правительства на нескольких экспортоориентированных приоритетных отраслях, мы сузили приоритеты с 14 секторов в 6 отраслях до 8 наиболее экспортоориентированных приоритетных секторов в 5 отраслях. Это черная и цветная металлургия, нефтепереработка, нефтехимия, агрохимия, производство продуктов питания, автомобилестроение, электротехническое машиностроение. Хотел бы отметить, что сужение приоритетных секторов не означает, что другие сектора обрабатывающей промышленности останутся без поддержки. Все предприятия, которые будут выходить на экспорт или заниматься повышением своей производительности, получат безусловную поддержку. Для 8 приоритетных секторов будут предоставлены дополнительные инструменты – инфраструктура под конкретные проекты, долгосрочный лизинг, кредитование через Банк развития Казахстана, вхождение в уставной капитал проектных компаний и другое. В результате завершения системных изменений по улучшению институционного климата будут созданы условия для модернизации действующих и запуску новых производств в приоритетных секторах, которые позволят вывести обрабатывающую промышленность на качественно новый уровень. В черной металлургии мы сконцентрируемся на развитии малотоннажного производства передовых видов стали – высококачественная, высокопрочная, антикоррозийная и другие виды стали. Также будем увеличивать производство готовых изделий. В черной металлургии будут внедряться технологии, повышающие комплексность, эффективность извлечения металлов из руд, а также на усиление партнерства с зарубежными производителями готовой продукции. В агрохимии мы делаем ставку на расширение номенклатуры продукции, производство практически всех видов удобрений – азотных, фосфорных, калийных и комплексных. В сфере нефтегазохимии важным является запуск интегрированного газохимического комплекса в Атравской области. По автомобилестроению мы планируем выйти на крупносерийное производство, не менее 200 тысяч автомобилей к 2025 году, и достичь 50% локализации в ближайшие годы, начав экспорт автомобилей в Центральную Азию, а также в Россию. Достижение поставленных целей программы к 2019 году станет этапом для достижения долгосрочных задач по развитию экономики страны в целом. Учитывая, что проект актуализированной программы согласован со всеми заинтересованными государственными органами, Национальной палатой предпринимателей Атамикен, национальными холдингами, предлагаем, уважаемый Карим Кануканович, одобрить постановление правительства по внесению проекта указа по актуализации ПИР на рассмотрение главы государства.